Друзья, всем привет! У нас сегодня будет необычный такой ролик для канала. Смотрите, у нас сегодня Volvo S60 2013 года выпуска. Пробег у автомобиля на данный момент 137 тысяч. Человек его купил с пробегом 135 тысяч за 595 тысяч рублей. Изначально машина продавалась за 665 тысяч рублей. Вот этот автомобиль вы наверняка в скором времени увидите на канале у Максима Шелкова. Вы знаете, такой эксперт-криминалист, его представлять не нужно. И еще сейчас появился канал, Ярдрей называется, то есть парень-юрист, ходит, рассказывает различные детали. Почему вы увидите этот автомобиль на этих каналах, вы узнаете, досмотрев видеоролик до конца. Но прежде чем мы начнем, я хочу сделать маленькую рекламку, но не кого-то там, а самого себя. Друзья, я вам неоднократно говорил, что я занимаюсь производством наружной рекламы. И вот я хочу для развития канала обновить аппаратуру, купить хорошую камеру, но для этого нужно 250 тысяч. Ни с кого из вас, ни в коем случае, никогда доната не просил и просить не буду. Но что я вам хочу предложить, купить у меня вот такие брелочки на ключи с госномером вашего автомобиля. Снизу вы можете сделать подпись просто акционеру от канала, либо же любую свою другую подпись, там, счастливой дороги, что угодно. Брелочек приходит вот с письмецом, здесь письмо подписано от меня лично, каждому пишу пару строчек от себя. Упаковываю все в конверт, отправляю почту, приходит вам прямо домой в почтовый ящик. То есть ни на какую почту идти с уведомлением вам не нужно, вы его получаете прямо домой. Цена вопроса 350 рублей, все кому интересно и кто хочет поддержать канал, тем самым денежку, которую я соберу, куплю камеру себе хорошую, мощную картинку, будет вообще космос. Ночью начнем обзоры снимать. Поэтому почту электронную оставляю в описании, переходите, все напишу, расскажу. Давайте возвращаться к автомобилю, сейчас вам все подробно расскажу, постараюсь особо не размазать, конечно, кашу, но тем не менее. Смотрите, автомобиль у нас с 2013 года, купил ее парень, ему 18 лет. Он купил автомобиль за свои деньги, вот вы спросите, в смысле за свои деньги, 18 лет, 600 тысяч автомобилю. Значит, чем он занимается? Непосредственно видеоблогер, игровой канал у него есть за полтора года, на ютюбе заработал денег и сам купил автомобиль. До этого у него был Ford Focus, то есть он сначала купил Ford Focus, ездил на нем и искал себе Volvo. Почему именно Volvo? В семье у отца Volvo XC90, предыдущая, и у мамы Volvo XC60. Соответственно, поэтому он, ну, сами понимаете, фанат марки, скажем так, хотел именно себе Volvo. Уверен, кто-то из вас скажет, ездил на Ford Focus, пересел на Volvo, а ты в курсе о том, что здесь двигатель такой же, коробка такая же, ходовка такая же, по сути. Все все в курсе, но вот автомобиль понравился. Безопасный, хороший, привлекательный. На вкус и цвет здесь останавливаться не будем. И как вы знаете, вторичный рынок это кот в мешке, и вот просто зайти куда-то на автору, на авито авто и найти себе автомобиль в один день, приехать, посмотреть, он вас полностью устроит, но это нереально. Всегда уходит очень много времени, он искал, и вот в один прекрасный день вылетает объявление, он отправляется к официальному дилеру, автомобиль, подчеркиваю, дилерский. Он приезжает, начинает смотреть автомобиль. Был вечер, пробежался бегло по автомобилю, вроде бы все нормально. На следующий день приезжает с отцом. Отец, Volvo, мама Volvo, все как бы машину знают, разбираются, приехали, начали смотреть автомобиль по кругу, тоже, в принципе, состояние хорошее. Для, подчеркиваю, 135 тысяч километров пробега на тот момент. Далее, обращаются к третьему лицу, это их там товарищ, который занимается ремонтом автомобиля, у него свой автосервис, приезжает человек, и все, как обычно, делают одно. Достают толщимер, ходят по кругу, стреляют в каждую деталь, погрешность была только на одном крыле, и то об этом дилер сам заявлял, что автомобиль вот в этом месте крашеный. После этого все, естественно, открывают капот и начинают смотреть одно. Диагностику проводят, работы двигателя, коробки, в общем, смотрят автомобиль, все вроде бы классно. И, подчеркиваю, ни одна деталь не вызывает никакого сомнения. После этого, естественно, легкий торг, 660 тысяч был автомобиль, 590, его отдают новому владельцу. Подчеркну, три человека приезжали, смотрели. Ну, к парню вопросов нет, понятное дело, 18 лет, молодой, опыта набирается, но вот к человеку, который был с автосервиса, он приехал, он автомобиль почему-то никто не стал поднимать на подъемник. Хотя, для этого была полная возможность. Ну, и ладно, всех все устроило, состояние, цена договорились, покупочка, машина была куплена, и парень на нем уже ездит больше месяца. И тут в один прекрасный день происходит такая ситуация, про которую, знаете, я бы мог рассказать сам, но раз он стоит рядом, давайте его сейчас пригласим в кадр, и поэтапно устроим дискуссии, все расскажем. Магия монтажа. Пригодился Жезл, который когда-то давным-давно подарил один хороший знакомый. Друзья, знакомьтесь, Ярослав, молодой парень на самом деле. Буду задавать им вопросы, а он прям расскажет, что было дальше. Ярослав, ну вот смотри, прекрасный день, ты едешь на автомобиле, что происходит дальше? Я выехал на учебу, получается, из своего района, получается, на кругу съезжаю на МКАД, и в какой-то момент странный пластмассовый звук, треск, я встаю на аварийку и уезжаю оттуда на эвакуаторе, если коротко. Вот, на эвакуаторе сразу поехал ближайший официальный дилер, чтобы узнать, в чем проблема, отдать на диагностику. И по, я не знаю, судьба это или нет, попал я в Мейджор Строгино, в котором эта машина ремонтировалась, приехал, сказал о том, что вот такая проблема, нужно сделать диагностику. А они мне говорят, вы знаете, вам давным-давно нужно было поменять насос. И я такой, в смысле, я машину купил месяц назад. Начинаем объяснять свою историю, то, что я приобрел ее в трейдыне буквально недавно. И они мне рассказывают о том, что эта машина ремонтировалась после жесткой аварии в заднюю часть, у них же в автосалоне. И вот важно отметить, что человек, когда приехал покупать автомобиль, естественно, ему сказали то, что автомобиль идеальный, никто ничего не бил, одна крашенная деталь, это притирочка. Но вы понимаете, 135 тысяч пробег, какая-то одна деталь покрашенная, это ничего страшного. Соответственно, ты приехал к официальному дилеру, они тебе заявляют о том, что автомобиль был битый, и что происходит дальше? Я спрашиваю, куда он был битый, они говорят мне то, что в заднюю часть. Ну и дают вот эту классную, замечательную распечатку с проведенными работами. Скажи, пожалуйста, вот в кадр, пусть ребята посмотрят сами, чтобы мне рассказывать, что было сделано. Друзья, вот здесь распечатка идет на трех листах, и общая сумма ремонта по автомобилю составила 460 тысяч рублей, из которых 160 тысяч дилер взял за услуги ремонта. Понятное дело, что если бы он обратился бы, предыдущий владелец куда-то на сторону, это было бы дешевле сделано, ну 1300 в любом случае. Какая вообще авария была? То есть они тебе рассказали, что вообще с автомобилем произошло? Да, врезалась маленькая легковушка, получается, в эту машину на большой скорости. Вот, было заменено по подвеске рычаг, что-то еще, то есть колесо ушло, два лонжерона ремонтированы, пол багажника, все фонари. Но надо отдать должное, что заднее стекло родное, потому что врезалась маленькая машинка, то ли Peugeot, то ли Citroën, не помню. Заказ на ряд, там запчастей больше, чем я, наверное, знаю слов. Ну, отлично, смотри, вот он тебе рассказал, официальный дилер, после этого твои действия какие? То есть ты поехал к Автомиру, где ты покупал автомобиль, либо ты им звонил, ты им задавал этот вопрос? Потому что они же тебе сказали, что автомобиль не бит и все в идеальном состоянии, что они на это ответили? Сказали то, что, ну, вы знаете, вторичный рынок, мы не можем контролировать всех мастеров-приемщиков, которые принимают автомобиль на вторичный рынок. Вот, ну и вот такая вот ситуация. До свидания, да. Дополню от себя, вот человек за свой счет за 30 тысяч поменял датчик давления топливный. Да. И сейчас за 40 тысяч ему нужно поменять насос. Вот цена вопроса 70 тысяч рублей, и все, машина будет ездить. Он на самом деле, как вот что удивляет, да, машину все, полюбил, она ему нравится, он ей доволен. И у него, знаете, какая была единственная претензия к дилеру? Вот он попросил, говорит, вот верните просто деньги, вот поменяйте за свой счет насос и верните 30 тысяч рублей. То есть сама вопроса 70 рублей. 70 рублей, подчеркиваю, официального дилера. Для них это обойдется, я не знаю, думаю, вдвое дешевле. И вот на все это они отвечают, извините, мы будем следить, там менеджер уже этот по продажам уволен по другой причине, но факт остается в том, что, вот вы представляете, что бывает? Пришел человек, вот тот и скажет, да ты дурак, там ты виноват сам, ты не заметил, не увидел. Но тем не менее, ты отправляешься к официальному дилеру покупать автомобиль, ты надеешься на то, что это будет хорошая машина, проверенная машина, а тут получаешь вот такую вот интересную историю. Давайте сейчас парочку моментов покажем с автомобилем, для того, чтобы у вас было легкое представление. Мы сейчас откроем капот, покажем вам со стороны, как это все здесь дело выглядит. Вот смотрите, что интересно. Когда люди приехали, естественно, все начинают переживать за двигатели, переживают за коробку. Вот и обратите сами внимание, мы вам сейчас постараемся показать детально, что здесь, собственно, никаких вмешательств не было. Все смотрят под капотом, а все на месте, ни одна гаечка не скручена. Вот что вы с автомобилем делали? Вот у тебя приезжал этот товарищ твой, как он его проверял? Подключал диагностику, виды DICE, проверял по блокам, все отлично, коробка без нареканий, двигатели без нареканий, пробег родной, пробег родной, абсолютно никаких сомнений. То есть все в идеале. А вот еще повести такой момент. Вот сейчас много всяких сервисов, которые позволяют по ВИН номеру узнать, там, битый, не битый автомобиль, почему вот этот автомобиль-то не попадает. То есть он проверял автомобиль, и по ВИН номеру он показывал, что он не участвовал ни в каких ДТП. Нет, почему, участвовал. А, участвовал? Да, одна авария зафиксирована была, и, как сказал дилер, это притертость, вот то крыло, которое было одно заявлено, крашенное, то, что это притертость. А, то есть дилер, вот видите, как еще интересно сделал, то есть дилер выдал то притертость, за легкую аварию, подумаешь, ничего такого. По факту это, собственно, авария-то и была, когда он влетел на большой скорости. За несколько дней, если смотреть заказ-наряд и по автокоду, то есть зафиксировано вот это ДТП за несколько дней до заказ-наряда. То есть, ну вот прямо получается авария, и человек поехал в сервис делать ремонт. Пойдемте сейчас назад, откроем багажник, и мы вам покажем легкие элементы, которые вот сразу бросаются в глаза. Но, пользуясь случаем, всегда есть возможность проверить капотик. На самом деле, не тяжеленький, два газоупора, все как обычно. Многие скажут, что если ты покупаешь автомобиль бэушный, как правило, начинают смотреть на зазоры, на щели. Это действительно правильно. Вот самые простые вещи, так как проверить автомобиль бит и не бит, ну вот хотя бы смотреть симметрию, все ли правильно стоит. Реально, вот когда автомобиль бит, частенько попадает с такой тоже большие щели. Тем не менее, вот здесь сейчас, я не буду останавливаться, потому что автомобиль будет на обзоре у Максима Шилкова, а это реально профессионал-эксперт, я думаю, его представлять не нужно, он все расскажет. Тем не менее, вот обратите внимание, я с автомобилем вот первый день сейчас общаюсь. Мы подъехали, открыли багажничек, вот покажу вот эти вещи. Вот как минимум, вот такие, да, моменты, должны сразу бросаться в глаза. Почему, например, они этого не заметили? Ну, не знаю. К парню, подчеркну, да, к Ярославу, никаких вопросов нет, молодой 18 лет, то есть, ну, не каждый на это будет обращать внимание. Вот, тем не менее, это первое. Дальше, когда они начали уже после этого смотреть автомобиль, если поднять сейчас коврик, убрать обшивку, вот там уже все элементы такие скрытые, знаешь, ремонта присутствуют. Вот здесь сейчас, даже сейчас попробуем сделать следующий вариант. Вот покажи вот эти вот швы, вот эти вот. Вот на самом деле сделано все грамотно. Вот если так сейчас смотреть, ну, кажется, как заводское. Но по факту отмечают, что это нифига не заводское. Ну, посмотрим, что скажет по поводу этого автомобиля Максим. Ну, вот такой момент. Значит, я вам неоднократно, да, говорю, автоподборщики, обращайтесь, пользуйтесь с услугами специалистов, профессионалов. Но на самом деле, друзья, вот вы сами понимаете, да, вот обращаешься к официальному дилеру, и вот так вот тебя жестко просто кидает. Это все из-за чего? Из-за того, что какой-то там менеджер как бы забыл сказать, что в машину на большой скорости влетела маленькая машина, такая муха. Я так понимаю, то, что машину вообще неплохо сжали. Я вам рассказывал недавно то, что есть подбор bb.ru. Это мои знакомые друзья. Вот на самом деле их смело могу рекомендовать. Обращайтесь, переходите к ним, звоните, спрашивайте, чтобы избегать от таких ситуаций. Любой автомобиль нужно диагностировать не только вот там коробку, двигатель, поднимать, все смотреть детально. Что самое примечательное, Руслан, это первый владелец вот этой замечательной машины, сообщил в автосалон, когда сдавал ее в трейды, на том, что на ней была авария в заднюю часть, но сказал то, что было сделано все по регламенту официального дилера, и их это успокоило. То есть официальный дилер и мастер-приемщик, который принимал эту машину и продавал ее мне, один и тот же человек. И он прекрасно знал про эту аварию, но, видимо, решил ничего об этом не рассказать. Соответственно, вот этому мастеру, который продавал автомобиль, менеджеру в кавычках, мы передаем огромный привет, спасибо тебе большое, что вот ты есть. Такие люди, как ты, знаешь, говорят о том, что вот, знаешь, никуда нельзя выйти, никому нельзя доверять в этом мире. Ты вот выходишь, везде тебя пытаются наупушить. Меня в банке наупухнули. Вот человек пришел покупать автомобиль к официальному дилеру, там наупухнули. Ты приходишь на рынок, знаешь, тебя могут обвесить. Ты приходишь в крупные супермаркеты, типа там, я не знаю, ну не буду называть, там тоже можно нарваться на обман и так далее. То есть по факту, что получается? Хочешь что-то купить, нужно 150 раз проверить, прежде чем подписывать договор. Сейчас планирую встретиться с Максимом, который сделает криминалистику на машину. Вот, и вместе с заключением прикрепить это, получается, в претензию официальную, и вместе с юристом Ярддрейм обращаться в автосалон и требовать, собственно... Какая у меня у вас, на самом деле, основная претензия будет? Вы будете что требовать? То есть вас, по сути, обманули? Ну да. Отремонтировать насос, получается, за свой счет и вернуть деньги 30 тысяч за замену датчика давления топлива вместе с топливопроводом. Это вот трубка, которая... Ну я понял. Друзья, смотрите, вот если кому-то интересна эта история, людей, профессионалов вы знаете, ссылку на его канал оставлю в описании, он специально для этого дела даже создал себе новый каналчик, чтобы, знаешь, рассказать всю эту историю. Ну если интересно, посмотрите, чем кончится дело. В этой ситуации может оказаться каждый из нас. Вот на самом деле, все приходят в автосалон и к официальным дилерам покупать автомобиль с целью того, что получишь новый хороший автомобиль, где ты можешь быть уверен, что он будет на гарантии, еще что-то. Вот вы знаете, сколько людей мне пишут, на самом деле, которые рассказывают, что я купил новую машину с нулевым пробегом, и она была битая. Когда я им предлагаю, ну давай приедем на фоне салона, расскажем, покажем, люди боятся. Боятся, потому что, а вдруг что-то случится, а вдруг эту машину и вовсе сожгут. Поэтому имейте в виду, что сегодня верить вообще никому нельзя, и даже новый автомобиль нужно смотреть 150 раз по кругу, все внимательно изучать. Поэтому будьте всегда на чеку, я для вас буду стараться показывать вам интересные истории, если вам вообще понравилась она, пишите. Есть что показать, похожие, подобные ситуации, как обманывают людей, приходят покупать автомобили в кредит, им там такого впаривают. Машина стоит 2 миллиона, дополнительную нагрузку вешают на 600 тысяч. Подписывайтесь обязательно на инстаграм-канал, там всегда выходят только свежие новости. Пишите комментарии по этому поводу, что вы думаете, кто-то из вас, возможно, оказывался в этой ситуации. Если тебе есть что рассказать, я всегда на связи, всегда с вами обращайтесь. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. С 23 февраля всех поздравляю, все вы мужики, все вы красавчики. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok